Практическая психология 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 Так себя хорошие и плохие, и хорошие мальчики и девочки не ведут. Хотя даже положительные эмоции всё равно дети должны проявлять по расписанию. Даже такие, да, истории есть? Да, ты шумишь, ты слишком громко смеёшься, вот, всё, будь удобным. И ребёнок не может сказать, нет, я не хочу в данный момент быть тихим, я хочу быть громким, нельзя, нет, всё. Ну, и получается, что такой человек, он не задаст лишних вопросов. Он будет плыть по течению. И это, конечно же, очень удобно окружающим, поэтому он удобный. Но мне кажется, там целая педагогическая система, да, то есть у нас же есть такое понятие, как хороший ученик или хороший ребёнок, он обладает определённым набором качеств. И вот если ты этот набор транслируешь окружающим, следовательно, ты тот самый хороший и получаешь все свои медальки и эту вишенку на тортике. Что же мешает тебе жить? Радуйся, ведь вот бабушки, дедушки так же жили, мамы, папы. Да, и все тобой довольны. И грамоту тебе выпишут. И будут жать руку и ездить на твоем хребте. Да. Читала дочери не так давно знаменитый стишок у нас, что такое хорошо, что такое плохо. И там вот фразы, на которых мне начинает становиться неловко, да, со своими знаниями о том, что этот мальчик, да, он плохой. И я сразу, это он сделал плохо, мальчик нормальный. И дальше читаю стишок. Потому что у нас так и идёт, что если ты что-то сделал плохое, ты плохой. Всё. Не разделяют поступки от личности. Да. И получается, что ребёнок на себя этот ярлычок повесил, он с ним потихоньку смирился. И потом уже, а чего вы от меня хотите? Я плохой. А с этим надо быть очень аккуратным. Ну вот смотрите, это вот мы с вами знаем как бы базу, основу психологии, и мы уже понимаем, да, где, что нужно разделять. Но ведь практически родители современные, они не читают этих психологических книг, да, учебников. И вот как вот здесь вкладывать какие-то прямо правила, да, которые должен для себя ответственный родитель какие-то маркеры такие принимать? Ну, вообще, в целом, у ребёнка до пяти лет критичного мышления нет. Поэтому всё, что ему транслируют родители, у него откладывается, как можно сказать, на корочки. Это его будущая программа. И программа формирует ребёнка, что у него нет своих потребностей. То есть его не спрашивают, голоден ли ты сейчас, да? А говорят, так, всё, время пришло ужинать, идём все кушать. Режим, да, это советская у нас вещь. Режим хорошая штука, но он должен быть гибким. Вот анекдот в тему. Мама зовёт мальчика из окна, там, Васечка, пойдём домой. Он поднимает голову и спрашивает, мама, а я замёрз или хочу кушать? Вот это классика. Дети не особо задумываются вообще, что они в данный момент хотят. Поэтому если родителям идти от противного, то есть спрашиваем ребёнка. Отлично. Это не значит, что мы сейчас вокруг него пляшем. Но в холодильнике, если есть два варианта гарнира, то мы спрашиваем, какой гарнир ты сейчас будешь есть. Хотя бы. Какую кофту ты сейчас будешь надевать, красную и зелёную. Как бы у нас не то, что он зимой пошёл в купальники, даже если он это озвучил, я тебя поняла, купальник, ну если хочешь, надевай под футболку. Надо, иди. Как бы мы не против. Таким вот образом. Ну и проблема тут в том, что у таких детей, у удобных, у них нет своей жизни. Они живут чужими жизнями. И это становятся люди такие, невидимки. На них начинают все ездить, и их перестают воспринимать как личность. Ага. Проблема в том, что такого человека даже уже потом не пустят, ну ему не разрешат, не позволят своё мнение высказать. Высказать. Потому что ты, извини меня, там 15 лет молчал. Да. Опять-таки из разряда анекдотов. Да, у нас сегодня такая анекдотическая программа, когда ребёнок молчит, и родители переживают о том, что он долго не говорил. Да, с кашей. Да, с кашей. А тут он сказал, каша без сахара. Они говорят, так ты умеешь говорить? Он говорит, да. Всегда каша была с сахаром. А тут вот не с сахаром. Отлично. Значит, это дети вырастают. Кстати, ведь тоже такая интересная история. Получается, что иногда отец с матерью сами были очень удобными, и они транслируют вот эту форму поведения, они подстраивают ребёнка под эту форму поведения, и они ведь могут даже сказать, а что странного? Мы же сами так жили. Жили так наши родители, бабушки, дедушки. У нас не было никаких особых проблем. Что это вдруг вы сейчас говорите о том, что вот таким социально одобряемым, удобным человеком быть плохо? Поменялась вообще наша окружающая жизнь. Темп быстрее, информации больше, людей, которые могут воспользоваться ребёнком, тоже больше. Мы хотим, чтобы у нас ребёнок говорил нет плохим людям, плохим компаниям, а нам говорил да. Но так это не работает. Нет, ребёнку именно в семье нужно учиться говорить нет, иначе ему больше нигде не научиться. Никто это аккуратно не сделает. Поэтому через семью и начинаем. Если мы этого не научим, будет напряжение. Напряжение – это чувство вины, стыд, на которых многие играют, манипуляторы, например. Ну и в конце концов психосоматика. То есть вот откуда у нас все эти усталости, простуды, набирает человек вес, он начинает заедать, например, проблему или запивать. Кого-чего. Рак в том числе. Потому что человек вечно в стрессе, он вечно недоволен, он вечно... Точнее, не он недоволен, им все недовольны. А в итоге у него же внутреннее напряжение, да, по этому поводу, что что-то с ним не так. Да, вот. Об этом тоже скажу. То есть им недовольны, хотя он всем вроде бы говорит да. Старался угодить. Я на все согласен, я все сделаю. Проблема в том, что с него просят-то все люди. Но это физически невозможно всем угодить. Ты не пять рублей, чтобы всем нравиться. Да. Да. И получается, что ты согласился в пять вечера быть и у родителей огород копать, и с друзьями сходить, и собачку вывезти. И все. Все равно будет недовольный человек. Кто-то будет, да, и выскажет, что ты какая-то редиска. Да. А удобный человек будет переживать по этому поводу. Это как человек в футляре. Да. Я тоже об этом думала. У Чехова. Действительно яркий такой пример. Хорошо. Вот давайте посмотрим. Тогда получается, что вот этот навык говорить нет, он ребенком усваивается в семье. И если взрослые сами не умеют это делать, то тогда кто им будет это транслировать? Транслирует окружающее, если повезет. Да, это может быть какой-то будет учитель, это может быть будет друг, более бойкий, более такой пробивного характера. Но не факт. Скорее всего, ребенок без умения говорить нет, его у тебя нет плохая компания. Потому что именно там будут сильные, яркие личности, которые его подымнут под себя. И если у человека, вот у удобного человека, у него нет своих целей, нет своего пути. Если нет пути, тебя поставят на чей-то другой путь. То есть вот это прям огромный минус, да, вот этих детей, которые действительно удобны. Еще тоже большой и достаточно страшный минус в современных условиях. Такие дети не умеют говорить нет взрослым в первую очередь. А взрослые не все хорошие. И взрослые, которые хотят что-то добиться от ребенка, они этого добьются, потому что он не может им отказать. И даже если он знает что-то плохо, он сказал нет, а ему говорят, так нет, давай-давай, мы сделаем, мы пойдем, все нормально. И он не будет настаивать на своем. Я правильно понимаю, что вообще умение говорить нет, это про личные границы, которые мы, как родители, обязаны научить ребенка чувствовать и остаивать. И вот сейчас мы давайте перейдем к такой как раз вот теме, как ребенок начинает понимать свои собственные границы. В каких вот это ситуациях происходит? Не во всех семьях вообще есть понятие личная граница. Что у нас семья общая, раз уж мы по анекдотам, тоже вспомнила. Муша, где там мой стул, где моя чашка? Жена ему, у нас все общее. Хорошо, где наши трусы? Есть понятие общее в семье, есть вещи, которые они личные. С самого маленького возраста, вот, да, ребенок начинает ходить, познавать дом, мы им объясняем, да, вот это лично мамина сумочка. Если тебе надо, ты неси маме там, да, или зови маму, за руку веди. Что есть личное полотенце, тоже не у всех, да, для рук общие, а для лица бы уже личное. Телефон личный. Причем дети, если это делать последовательно, очень хорошо это схватывают. Усваивают, да. Это правила, которые они принимают изначально. Забавная ситуация из жизни. С племянницей была маленькая она, ей не давали мамин телефон. Сложный такой агрегат, ребенок может повредить. Она это приняла, ей, конечно, было не очень радостно от этого, но приняла. И в какой-то момент пришел у меня муж, нужно было посмотреть этот телефон и поправить там что-то в программах. Он его берет и племянница в слезы. Мамин телефон, мамин телефон, да, то есть вот ей-то нельзя, а он взял. Как так-то? Нарушили все правила. Да, он нарушил границы мамы. Поэтому, действительно, границы это в первую очередь. Территориальные. У ребенка должна быть своя комната, если нет комнаты, своя полочка, свой маленький уголочек, в котором он главный. Главный, да. Но это не значит, что если он главный, то у него там плесень растет. Все-таки у нас есть еще правила дома, которых мы придерживаемся. Хорошо бы эти правила озвучить, в идеале их повесить куда-то. А маленькому ребенку в картинках, большому уже можно вместе сесть и прописать все. Что если маме физически некомфортно, если у тебя в твоей комнате груды, пыли и грязи, то давай мы договоримся, с какой периодичностью мы это прибираем, чтобы и маме было нормально, и ребенку поспокойней жилось. И лучше, чтобы это не руками мамы было сделано. Естественно, да. А руками ребенка, потому что это же его территория, да? То есть, как бы, ты же значим. Опять же, как он будет прибираться? Он приберется так, как ему удобно, а не как мама раскидала, да, и ты не знаешь, где теперь что. Творческий беспорядок. Да, это, кстати, тоже про уважение, да, ну, стиля жизни ребенка. То есть, когда, например, женщина, мама, да, приходит и прибирается сама на территории ребенка, это она транслирует, что я не уважаю твои границы, я не ощущаю их. Это не твое, это общее. Да. Поэтому, как бы он ни прибрался, вы можете высказать свою историю, что, да, отозваться, например, что я до сих пор вижу тут пыль, но, тем не менее, я вижу, что стало намного лучше и чище, чем было. Да, действительно. Вот, первая очередь, с самого раннего возраста, это территориальные границы. Сюда же подключаем телесные границы. Тоже достаточно с раннего возраста. Маленькие дети, они, кстати, очень хорошо это обычно отстаивают. Большинство детей, чужой человек, они к нему не пойдут. Да, вот, а мы чего? Так это же там твоя четырехюродная бабушка, давай мы ее поцелуем. Чужая тетенька. Я не хочу ее целовать. А я даже своих-то близких не всегда хочу, да, не под настроение. Поэтому, вот, не хочет ребенок, он имеет на это право. И еще классический пример, это делиться лопатками, да, там, в песочнице. До два лагеря делятся родители, которые отдай все. Нам ничего не жалко. Отбирают прямо. Неплохой такой вариант, когда, ну, поменяйся. Ну, и совсем ты, малое количество родителей, на них обычно смотрят как на прокаженных. Это его игрушечка, он не хочет его давать. Как такое возможно? Культурный шок у родителей. Все. Чему вы учите детей? Чего вы учите, да. Но мы с вами знаем, да, что на самом деле ребенок, если это его игрушка, он имеет право ее никому не дать. Если вы боитесь, что вы вырастите эгоиста, то мы просто сразу же проговариваем. Ну, не хочешь меняться или делиться, придется играть одному. Прорисовываем реальнее. Да, хочешь вот вместе, вот поменяйтесь. Попробуй. Да, попробуй, получится хорошо. Вот это, конечно, в первую очередь надо. Но тут тоже есть особо возрастные такие характеристики. Например, трехлетки, хоть заобъясняйся, он не сможет вообще вот это понять, в чем радость деления. Да, вот, например, уже в возрасте 6-7 лет он уже может понимать, потому что он, наконец-то, мозг его дозрел, да, что есть другие состояния, которые он может получить вторичную какую-то выгоду от всех этих моментов. Хорошо. Что еще мы можем с вами рассказать по поводу вот этих границ, личных границ, каким образом дети... Кстати, вот тоже очень важный такой момент, когда ребенок просто одевается, и мы его спрашиваем, да, что ты хочешь одеть, а не предлагаем уже в готовом варианте вот этот наборчик трусики-майчика, там, футболочка-шортики, и побежал-побежал, и не важно, что я вижу, что это красиво, а ему может быть некомфортно. И, кстати, такие истории мы потом разбираем уже в личной терапии, когда... Со взрослыми людьми. Со взрослыми людьми, когда они реально обижены на мамы, да, там, и на, там, например, бабушек за то, что к ним им никогда не было предложено сходить и выбрать вместе одежду в магазине, а всегда покупалось, и приказным тоном говорили, я лучше знаю, что тебе идет. А такие, особенно вот среди мужчин бывают, что он не знает, где его вещи лежат, потому что жена, опять же, перекладывает и прибирается, да, и он может спрашивать, а что мне надеть по погоде, взрослый человек, надень что-нибудь, что считаешь нужным, а потому что человек привык жить без своего мнения. А потом женщины обижаются. Да, он у меня вот несамостоятельный бытовой инвалид. А вырастила таким инвалидом его мама? Маму, возможно, бабушка. Понятно, что это не ее вина, но с этим надо как-то жить. Как-то жить. Итак, давайте попробуем привести такой, знаете, портрет психологический. Кто же такой человек современный сейчас, да, который вот как раз вырос из удобных? Как он будет выглядеть примерно? Это человек с заниженной самооценкой. То есть он старается быть незаметным, достаточно тихим. Может быть, он даже и обладает какими-то талантами, скорее всего, он обладает ими, но он их показывает только тогда, когда вот нужно, когда спросили. То есть это человек, который работает по щучку, по режиму, вот тогда, когда нужно. Это человек, который, скорее всего, был в школе подавлен одноклассниками запросто, потому что буллинг – это вот прямо прямая связь человека, который, да, не умеет сказать «нет». В худшем варианте это прямо неудачник. Так, ну вот такие варианты, да, встречаются в жизни. И хотя вот даже когда спрашивают, например, да, и родители даже приходят и говорят, что, вы знаете, он всегда был очень спокойным, или она была такая там прямо, да, такая прилежная девочка. И вот не понимаем, почему до сих пор не сложилась там личная жизнь, почему до сих пор там не сложилась карьера, хотя ведь вроде вот мы всё сделали для того, чтобы она спокойно шла по жизни. А ребёнок, выросший уже во взрослого вот этого инфантила, да, не знающего себя, он что получается? Он не знает вообще, что он из себя представляет. Что хочу, да, вот у него не работает «хочу». Куда пойти, он ждёт опять же этих ответов от окружающих. Что кто-то подскажет, что кто-то укажет, да, что кто-то скажет, вот там твоё счастье, иди за левым поворотом, да, и так далее. Такие люди могут поддаваться под различных шарлатанов, которые вот ты мне заплати 12 тысяч, я тебе распишу весь твой путь, да, на картах брошу, там, в шарике посмотрю. Ну, кстати, да, и, пожалуй, вот именно такие люди, да, это частые клиенты вот всевозможных эзотериков. Потому что, ну, вот там мне сказали, что будет счастье, я сейчас посижу тут и подожду, что когда оно случится. Можно подумать, что это люди ещё, которые к психологам любят ходить, но это не обязательно, потому что психолог переложит ответственность на тебя. Ты такой, в смысле я? Я пришёл, заплатил денежку, ты мне скажи, как мне жить-то дальше по пунктам, а тебе не скажут. И ты такой весь недовольный, ушёл опять вот к гадалке, а она тебе всё расскажет. Вот, вот, на лунный день какой-нибудь, плюнь через плечо, и всё хорошо, и он сделает. И, может быть, даже поможет. Это дело самовнушения. Хорошо. Это как раз сейчас возвращаемся к теме, чем отличаются психологи от эзотериков, да, и от гадалок. Хорошо, подвели. Ну что, давайте попробуем, чем же рискует у нас такой человек в своей жизни, если он понимает, что бабушки и дедушки прожили, и всё было неплохо, мама и папа тоже, то что здесь в нашем время, в 21 веке, что может пойти не так? Он рискует не успеть. Очень быстро живём, очень ярко и единолично в некоторой степени, что шокирует, конечно, прошлое поколение, но мир изменился. И если вас устраивает плыть по течению, то, может быть, и не стоит ничего менять. Живите, если это ваша жизнь. Но если хочется что-то быть кем-то, что-то добиться, конечно, здесь надо научиться отстаивать себя, понять, кто ты, свою вообще границу, опять же, выстроить, почувствовать себя. Люди себя не чувствуют, не ощущают. Такое типичное высказывание, как ты себя чувствуешь? Никак. Как дела у тебя? Никак. Он не знает. А вот ответ «хорошо». Ну, опять же, смотря кому. То есть, если это такой дежурный, как в Америке, да, fine, и ответили, и забыли. Но всё равно он для себя должен понимать, да, что он чувствует. Что такое хорошо, что такое плохо, да. Вообще, первый пункт, как вот научиться говорить, нет вообще, это быть осознанным. То есть, осознавать свои чувства. Самое сложное, по-моему, да, вообще у современного человека в таком темпе. А никого не учили осознавать. Да, опять же, с детства. Мама знает? Как лучше. Как лучше. Учителя знают? Как надо. Потом учителя, как надо. Потом директор, начальник, он тебе всё рассказал. Кстати, вот именно такие люди чаще всего работают в найме, и они практически никогда не пойдут работать на себя в бизнес. Ну, конечно, это страшно. Это риск, это надо говорить кому-то нет. А тут за тебя сказали нет. Это удобно. Кто-то может выйти замуж по такому принципу, чтобы не принимать решения. Настя, скажите, пожалуйста, а вот хорошо, ваш ребёнок говорит нет, и вдруг возникает вот это состояние, как ты вообще можешь мне сейчас идти в противовес? Очень тяжело родителям принять мнение ребёнка, особенно если он воспитывался удобным ребёнком. Я удобный ребёнок, очень долго и очень сильно удобный. А у меня появился ребёнок-холерик со своим мнением. Ей было ещё двух лет не было, она решила, что она будет неделю ходить в жёлтом цвете. Она в нём ходила. Она час одевалась с утра. Ну, мы в декрете, мы не торопимся. Поэтому я уже позавтракала, я уже посуду помыла, а у меня всё ещё ребёнок перебирает вещи, ей нечего надеть. Для меня это такой шок. Я до седьмого класса спрашивала у мамы, что мне надеть. А в два года твой ребёнок уже решает сам. Ей даже двух не было. А я бы и дальше, наверное, спрашивала, что надеть маме надоело отвечать. Она сказала, выбирай сама. И у меня был шок. Я прямо помню это ощущение. В смысле сама? Как это? Да, это надо прорабатывать. И к этому вообще надо быть готовым, мне кажется. То есть ребёнок имеет на это право. И это здорово, если ваш ребёнок имеет свою точку зрения, и он может её отстоять. И вот эта точка зрения, почему ребёнок вообще, с чего вдруг-то он её должен иметь. Мы имеем право на выбор. И в Конституции даже у нас подписано. Это наша свобода. Свобода на собственное мнение. Чтобы не стало совсем страшно от того, что мы детей отпустили в свободное плавание, мнение – это не поступок. Ты просто можешь высказать то, что ты ощущаешь. Опять же, ты это должен высказать так, чтобы никому не навредить. А мы экологично выражаем. И ребёнка этому учим. И сами стараемся. Отлично. И учимся это в семье делать. Да. Очень часто, как у ребёнок маленький, ещё не задавленный, он высказывает свои желания. «Я хочу пить», а вы идёте далеко от дома. «Да потерпи». «Потерпи» для ребёнка оно такое непонятное, непонятно сколько, всю жизнь для него это кажется. Или «Бог терпел и нам велел», бабушкина фраза моя вообще прям. «Вот кто-то потерпел, а теперь мне мучайся». Вот такая эмоция. Либо «Ну, чего придумал, а я вон на море хочу». И всё, обесценили. Ребёнку кажется, что ему не надо. То есть тут говорим, мы, я тоже хочу пить, давай будем решать ситуацию. Пойдём в магазин, побежим домой, подключаем ребёнка. Ищем варианты. Ищем варианты. И тогда он понял, что он услышан. Его мнение важно. Всё, ему уже хорошо. Ему уже от этой мысли хорошо, уже пить не хочется. Ну что, в завершении нашей программы, что можно почитать, послушать, посмотреть? Что посоветуете на нашу тему? Ну, например, если говорить именно про наши реалии, Виктор Шейнов говорит «Нет, не испытывая чувства вины». Потому что именно у нас это чувство вины. Мы не умеем ещё отказывать. Либо книга «Тренинг», где будут активные такие приёмы. Лианы Димитрошкина, наверное, не знаю. «Прощай, комплекс хорошей девочки». Мы с вами хорошие девочки, хорошие мальчики. То есть, либо такой вот более зарубежный вариант, классический. Как говорить «Нет», без угрызений совести. Это у нас «Брайтманд» и «Хэтч». Отлично. Вот смотрите, книги есть, есть даже фильмы, можно смотреть. Есть видео, где можно поучиться в безопасном пространстве. Лекции. Главное, лишь бы было желание. Ну что, спасибо большое. Это была программа «Практическая психология». Сегодня у меня в гостях специальный психолог школы-интерната для детей с ОВЗ Анастасия Малагалеева. Спасибо большое, Настя, и до новых встреч. Спасибо, до свидания. Практическая психология.